Вот идем с Иринкой, температура на улице градуса 22, она одетая, да, вот по зимнему, идем смотрим комплексы только что с просмотров, а на этой стороне, да, симпатичные, хорошие комплексы Ну дорогущие, ну, Ирина говорит, дорогущие, но тут квартира может быть стоит 200 тысяч слева, а здесь может стоить 400 долларов, да, при этом особо ничем не отличаться Но какая красота, мы, конечно, про большие квартиры, потому что маленькие квартиры и по 100 тысяч долларов есть, маленькие это 1 плюс 1, 1 плюс 2, трехкомнатные, двухкомнатные И растут вот такие лимончики, посмотрите сколько их, они тут даже валяются, можно посмотреть и вот, взять лимончик, который валяется, пожалуйста, причем не гнилой, ветер дует, тоже раскачивает, они падают какие-то, осыпаются Вот Ирина подняла, то есть даже рвать не надо, смотрите, вот хороший, твердый лимончик, пожалуйста, представьте, парковка, да, приехала на машине, вот так машинку поставил, и тут грозди лимонов свисают Я иду вам мушмулу снять, какая крупная мушмула, вот мужчина собирает мушмулу, вау, огромная какая, посмотрите, у нее размер вот такой, маленькая яблочко, да? Ага, красота, парень пришел собрать, наверное, собирает и на рынок Продолжаем свои обзоры из города Мерсин, вы на канале Дома Моря, и рассказываем то, что мы здесь смотрим по недвижимости, какие объекты нам попадаются, какие цены на рынке Автобусное сообщение здесь работает, поэтому очень удобно, остановки везде по городу Проходим, вот вы увидели неплохой комплекс, смотрите, Нирвана плюс, отличный вариант для проживания Вот только не видим объявление, а, вот там наверху сейчас я пойду посмотрю, и надо будет набрать, посмотреть, сколько нам предложат стоимость Ну вообще складывается такое впечатление благополучного города Хоть и считают, что Мерсин город не такой богатый, что население здесь не особо обеспечено Ну грязновато, я не знаю, вот где грязь, да, вот здесь вот видно, да, реально есть грязь каких-то вот между порибриками какими-то вот Но в целом ты идешь по улице, везде все чистое Хотя вижу, что да, люди некоторые выходят из машины, там сигареты кидают, вот даже не ищут, куда выкинуть бычок какую-то, мусорку, просто идут и кидают Ну как-то убираются здесь, потому что, сами видите, собачьих экскрементов нет Да, есть какие-то такие вот огрехи, где-то плитка отвалилась, но в целом-то все достаточно хорошо, благополучно Вот, кстати, мусорные контейнеры Парковочных мест много Если вы не поставили по каким-либо причинам машину у себя во дворе, ну мало ли, там может быть весь дом живет Хотя тут я не встречал такого, чтобы парковки в жилых комплексах были заполнены Люди оставляют машину спокойно, вот рядом с придомовой территорией, гости приехали, поставили, да зашли на территорию Здесь мы вчера смотрели квартиру в этом доме и фасад у дома утеплен, где-то наверху, по-моему, в той части мы смотрели В общем, потекает фасад, затекает вода туда под утепление и она проникает в квартиру И с другой стороны в квартире стена, ну я не скажу, что она в гребке, она просто там напитывается шпаклевку и шпаклевка отваливается от стены Короче, надо, получается, где-то герметизировать, вызывать мастеров, которые поднимали бы, не знаю, или они на веревках бы спускались Или на какой-то машине специальной и затекать может где-то сверху, то есть не обязательно конкретно у определенной квартиры А сверху затекает, затекает туда под фасад и увлажняет стену, поэтому там все будет отваливаться и краска, и обои А так неплохо, как бы, сколько там, тоже в районе, что-то, 3,650, 3,650, нам сказали Вчера показывали по 3,850, а потом позвонили, сказали, вот 200 тысяч еще хозяин делает скидку Причем она с мебелью продается, с техникой Можно сделать, заказать, как бы, специальную службу, которая приедет и покрасит фасад здания И прогерметизирует все швы на утеплении, на фасаде Предпоследний этаж или сверху 2 этажа, все вот 3 этажа выкрасить с хозяевами верхних квартир договориться Тогда, в принципе, будет все нормально Парковка, видите, свободная здесь Большая территория у этого дома, там дом с горками, насколько я помню Вообще, неплохое впечатление о Мерсине и, в частности, о районе Соли Мы же находимся, сейчас гуляем с вами, это Мезетли, Агденис Поэтому здесь благополучно все, я считаю Потому что я жил какое-то время небольшое, приезжал, гостил в Стамбуле, в районе Кадыкёй Даже там, в районе Гёстапе, Фенер-Йолу, кто знает, станция Фенер-Бахче Там, конечно, еще вылизание, что ли, более цивильное Но, мне кажется, для нашего человека и здесь вполне комфортно Потому что, сами видите, никакой грязи нет Все по-современному Магазинчиков, лавочек очень много Сейчас вот можно свернуть налево, и там достаточно всякой инфраструктуры Ездит сервис, детей в школу привозят, увозят, не нужно переживать Автобусы останавливаются прямо напротив входа в дом Вот, так что за деток и не переживают здесь Встречаете, просто отправляете возле дома Идете в бассейн, купаетесь, наслаждаетесь жизнью Идите там, занимаетесь своими делами, работаете, кто удаленно Есть всякие бакалии, магазинчики Пробежали в Нирвану Плюс, мужчина выходил Булочки Да, заплатила 37 лет А мы в этом комплексе не были, да, Нирвана Плюс? Хотим посмотреть Объявления висят, что здесь квартиры продаются Видовые, скорее всего, закрыты вот этими домами Не видно, что здесь на территории есть А ничего, тут даже бассейна нет А, вот территория А вон детская площадка, да, да А, получается, за пекарней бассейн, да? Да Пошел, взял себе булочки, пришел к бассейну Ага Вот, но они все это вымывают Вот в мае месяце тут тоже будет Ну, по-разному, где-то в мае, где-то в июне Ну, у них здесь помойка что-то какая-то устроили, да? Опять же, вот, наверное, плохое обслуживание у дома К купальному сезону они это все приберут Будет нормально Мы так, я не думаю, что здесь наполнят бассейн И будет валяться грязь Потому что здесь-то все, видите, культурно чисто Просто никто туда не заходит И жильцы, наверное, не требуют с АКПДЖ, чтобы он там убирался Ну, это их, как бы, проблема Мы бы уже зашли, посмотрели, что там грязь такая И пожаловались, почему он не убирается Все-таки деньги за обслуживание платятся Но зимой, видимо, там никого не напрягает Никто туда не ходит Детская площадка небольшая Спортивная даже площадка есть Видите, везде, в каждом доме, да, есть вот такая небольшая терраса Как вы правильно сказать? Беседочка, да? Качели есть Есть горки Ну, тут совсем скромная детская площадка Но, тем не менее, она есть Мы сейчас живем, кстати, в доме У нас примерно такая же площадка Только у нас не закрыта сверху сетка Мяч может улетать И здесь есть еще освещение У нас, например, его нет Здесь можно прийти Четыре фонаря Включить свет и поиграть Поэтому В теннис, конечно, здесь не поиграешь Но Если здесь приемлемые цены Там, да, была бы здесь квартирка 80 тысяч или 70 тысяч долларов 1 плюс 1 или 1 плюс 2 Вообще бы было шикарно А здесь, кстати, могут попадаться такие варианты Поэтому Надо звонить по объявлениям Писать Шансы есть, да? Цены вполне могут быть адекватные Мы просто совершенно другой объект ищем Мы рассматриваем 4 плюс 1 Квартиры 4 плюс 1 Они стоят, понятно, что Дороже Мы с Айгаки еще тем Мы даже поесть не успели Прибежали домой Быстрее, быстрее Сейчас нас Софию схватили Да, и быстрее Нас уже следующая машина ждет Везут другие ребята показывать Но Мы не из-за того, что кто-то дешевле Кто-то дороже Мы из-за того, что Разные варианты показывают Да, вот нам сейчас ребята Наргуль приехала Например, мы до этого Думали, что мы уже все высмотрели А нам они новые варианты показали И, в принципе, нам квартира зашла Вот в Sky City Так что Будем думать Смотреть Вот посмотрели мы СТ Значит, сейчас я вам зайду Квартиру покажу СТ классная В плане того, что Ну, мне все нравится В принципе, бассейн с горками Тут много беседок С одной стороны Спортивная площадка Здесь детская площадка Потрясающий вид на море Даже увеличивать не надо Море вот Очень близко С другой стороны Там корабли С квартиры видно Здесь можно Смотрите Это предбанник такой То есть две квартиры Есть аварийный выход Там кроме лифта Лифт Значит, один лифт Второй лифт Стекляный Два лифта Вот так можно поставить Здесь качели Ну, вот как Соседи сделаны Видите И сидеть здесь, короче Можно гриль поставить И так далее Получается Большой балкон у тебя свой Застеклить этот балкон Кстати, тоже можно Заходим в квартиру Здесь газ Котел Отопление Отопление Получается И горячая вода Вот такая вот дверь Мощная Нормальная Закрывается плотно Вот газовая труба Заходит То есть здесь активный газ Света, правда, сейчас нету Керамогранит Не самый плохой Нормальный Заходим Сразу получается Здесь Салон Большой салон Но я не знаю По квадратуре Наверное Больше 40 квадратных метров Что телефон увеличивает Вот Если так отойти Вот Потолок нормальный Не низкий Трещин Я заметил Что здесь вообще В этом доме нет трещин Ну не знаю Но очень качественно Выполнен ремонт Потому что трещин Практически на стенах Нету Есть какая-то где-то там Может мелкая паутинка Там на шпаклевке Вот таких вот Чтобы к чему-то придраться Там после землетрясения Да, что обычно видно Нету Потом Большой балкон Видовые потрясающие Туда На центральную часть города Вид Вот на море Потрясающий вид Корабли видно Застеклен балкон Очень легко открывается За Вот эту вот штучку тянешь Получается Вот так Оп И все И ты уже открыл И они все выдвигаются Очень просто Вот так вот двигается Вот она уже Тодвинулся И все складываются Вот здесь 5 секунд Они сложились Оп И все И закрыто По стоимости Получается 200 тысяч долларов Выходит Здесь жил квартиран Здесь стеклянная Перегородка Ну Освежить Косметический ремонт И в принципе Так вот я Зашел на кухню Место под холодильник Духовка СВЧ Плита Вот тоже вид Посудомойка получается Вручная И нормальный вид на город Очень хороший 18 этаж При этом здесь Никаких трещинок Ничего нету Идем Коридор Коридор Большой Так Здесь был когда-то санузел Его убрали Сделали кладовку Здесь первая комната Комната не маленькая Замечу Сейчас мы смотрели За 200 тысяч долларов Тоже квартиру Правда там вот Ближе к соли Центру Там поменьше комнатки Были такие маленькие 10 квадратов Ильин ты где? Ильин там что-то изучает Здесь Я бегло зашел Ну такая Классическая мебель Большая душевая Огромная душевая Можно с двух сторон Душ сделать София уже нашла Слоника Заходим Еще одна спальня Так Ты где? На балконе Сейчас я вот эту спальню Сниму Что здесь? Многоуровневые потолки Обычно у них Светодиодная подсветка Не знаю Если не работает То можно в принципе Там блок питания положить Светодиодную ленту Натянуть Вот продается она с мебелью Как вы видите Окна у них Такие как сэндвич Не знаю как они В разные стороны открываются Разъезжаются Единственное Самый главный минус Это очистные сооружения Здесь находятся Поэтому Как бы компромиссный Тоже вариант Не думаю Что прямо Самые лучшие Но видовые Прям бомба В спальне есть Прикроватная Такой пуфик И большая гардеробная Большая гардеробная Глубокие шкафы Глубокие шкафы Здесь есть Санузел 200 тысяч долларов Есть хамам Ну у них Как бы душевая Я не знаю Насчет пары Здесь нет пары Обычно они делают это Как душевую Ну Что они видим Я не знаю Я бы душ здесь сделал Хотя душ у них Здесь есть Что это за хамам Лучше уж тогда Сауна Может какая-то кнопка Есть для подогрева Надо спросить Вот столько помещений Здесь А вот у них там Есть хамам Вы не спросите Этот хамам Как-то подогревается Или просто они там моются Помыться Чтобы там душ есть И они поймут Для чего тогда хамам Если он не греется Может там кнопка есть Какая-то И там теплое помещение Получается Для родительской спальни Конечно Так хорошо И балкон смотреть Да А здесь туалеты Для родительской спальни Начинать переливаться И сливаться В нижнее слюнное отверстие За счет этого Нагревается хамам И ты сидишь Паришься Но это Но это не для нас Не для русских Точно Получается хамам Ребята Представляете Купила вот такую Огромную банку Вишневого варенья И стоит И стоит это всего Просто для сравнение Цены Это комплект Возьми 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 Бежевым повесить Тоже красиво 800 рублей Да Ирина Хотела сказать Что в квартиру Приходишь Бывает такими Простыми Недорогими вещами Но Так стильненько Делают И приходишь Кажется Вот такой Очень приятный Достойный ремонт А на самом деле Вот Люстрочки По 500 рублей Можно Ну такие Какие-то детали В мелочах Но Мы вам показываем Какие цены Вот То есть Обновляют квартиры Делают косметику Там Сцены покрасят Прилепят Какие-то Плинтуса Сделают Из багет Какие-то Акценты Над проходными Зонами И вот Какие-то Люстры Шторы Повесят И уже Квартира Смотрится Как стильная А тут Набор Да Целиком 1900 рублей Там Или 1800 За 1800 Ты у нас Не купишь Такой набор Под зубные щетки Ёршик Для унитаза Это Типа Корзинка Для мусора Под мыло И под жидкое мыло 1850 рублей На наши деньги Здесь Другого цвета Да Цены Определенно Вот на такие Вещи для дома Дешевле Твердые Видите Полочки угловые Часто люди покупают Ремонт делают Вот меньше 1000 рублей Такая полочка Ну примерно 1200 Вот такие полочки Плюс-минус 1000 рублей Вот угловая Там полочка 1300 рублей Получается Для мыла Стеклянные Представляете Есть за 160 рублей Ну вот стильные Да Сколько 700 рублей Наверное Или 600 рублей Где-то так 1200 такие стоят Вот тоже стильненький 500 рублей Керамика Она туда-сюда Не ерзает 520 рублей Смесители 4000 2000 с копейками Маленький такой смеситель Вот На кухню 84 3200 Меньше 4000 Вот к примеру Есть такой Вот такие По 5000 Получается Вот такие смесители Водогрейки Большой На 65 литров 16000 рублей Ну чуть дешевле Вот этот 165 литров Ну 15000 рублей Грубо говоря Котел Да Ну это местные Их не марки Котел Получается 56000 Газовый Сплит система 12 12 Модель Получается 40 тысяч рублей Да 40 И 44 16 Ну 42 тысячи рублей Инвертор Пляжные стульчики С подстаканниками Удобная вещь Пришел Вот сюда поставил Стаканчик Он никуда не улетит Да Маленький Получается 150 лир 600 рублей Ну этот Наверное 1000 рублей Или 800 рублей Мы купили За пике игрушку 370 А со скидкой 340 Вышло Полторы тысячи Вот такой вот Львенок маленький Или тигренок Мы сейчас ездили В район Инишехир Нам очень понравилось Там возле набережной Особенно территория Ну и вообще там Рядом с торговыми центрами Более облагоустроено Что ли Чем соли Но конечно Там есть весомый минус То что ты не выйдешь К песочаному пляжу Там набережная Классная С высокими пальмами С парковой зоной Все стильненько Но она укрепленная Там камнями Поэтому купаться Там люди не купаются То есть песочного пляжа Там нет А у нас В соли получается Это первый район Который примыкает Ну примыкает Или заканчивает Центр Мерсена Он начинается С пляжей Песчанок Поэтому у нас Весомый плюс Вот это пляжи Вообще нам нравится Потому что Широкие проспекты Дороги Парковые зоны Вот просто Идешь за решил Посидеть Пошел в беседочку Посидел Как-то вот все здесь Бытовые условия жизни Отношения людей Доброжелательность Мы нормально Воспринимаем Эту городскую среду Ровные локации После Сочи Прямо это Ну конечно же Есть и подъемы Спуски Но в целом Нам нравится Инфраструктура городская Тротуар есть Пандусы есть Магазины Парикмахерские Хорошие Бакалеи Вот это кулинария Кафешечки Рядом с домом Можно зайти внутрь Там тихие Спокойные улочки Сейчас мы пойдем Как раз в проволоку Влево свернем Цветочки Лимоны Апельсины Растут Падают тебе Можно сказать Под ноги В каждом доме Есть хорошая территория Бассейны Приятно смотреть Лицезреть Просто выйти на балкон Посмотреть Вокруг тебя окружают Такие сетей В которых Все благоустроено Вот кстати Алиас Резиденс Где мы Рассматриваем покупку Квартиры на 18 этаже Мы не отмели Этот вариант Еще пока Там большая квартира 4 плюс 1 Здесь классная Ухоженная территория Вот нам нравится В принципе это место Может быть не совсем Здесь тихо Но на 18 этаже Там вполне все нормально Тихо С дороги ушли Сразу тихо стало И вот посмотрите Какие парковки Это просто На улице парковка Где ты в Сочи Увидишь Я не хочу конечно Жаловаться на Сочи Но ребята Мы имеем право На самом деле Сравнивать То место Где мы проживали В курортном городе С другим городом На море И нигде ты в Сочи Не увидишь Чтобы вот такие Парковочные места Были просто В среде Какой-то В городской Что ты заехал Там я не знаю Куда-то Хоть на Ареду Хоть на Бытхе Или хоть на Мамайке Где-нибудь Там на Волжской На Полтавской И значит Смог припарковать Так автомобиль Кроме того Посмотрите Какие повороты Я вот что-то Мне сейчас сразу Поворот на Анапске Вспомнился Где такое Движение Постоянно машины Туды-сюды Или узкие Наши дороги Тоже со стороны Полтавской Волжской Так и там Куда не сунется Там сверху На Альпийской Где только нет Узких дорог Специфика города Такая в Сочи Что горный рельеф Плотность высокая Население Плотность застройки Хаотичная И непродуманное Дорожное Дорожное соединение Вот это Вследствие того Что так город застроился В центре конечно Красиво Новогинское Спорить не будем Золотой треугольник Улицы такие Аутентичные Вот эти Воровского Снимаем Версине рассказываем Про Сочи Центр классный Театр Морпорт Новогинское Что там еще Ну пройтись Поваровского Там до рынка По конституции В ривьеру сходить Ну и по набережной Соответственно До До пляжа цирк В сторону Проспекта Пушкина Начиная от ривьеры Все на этом Сочи заканчивается Остается периферия Вот я даже Больше назвал вам Локацию Чем золотой треугольник Поэтому А здесь Ничего не зажато Вот мы идем Все пахнет Вот здесь бассейны В каждом комплексе Бахча Вот даже Как-то мне нравится Что бахча еще В городе осталась Ты идешь Лимончики висят А шелковица висит Просто мы идем Вот апельсины растут Лимоны растут И пахнут Вот цветы Вот апельсины Вот лимоны И как Эти соцветия Прям пахнут Даже валяются на полу Лимончики Кайфуюсь от этого деревья Все цветут Пахнут Такие запахи Сейчас непередаваемые От цветения Лимона И апельсина Я извиняюсь Снимаем Мы без стабилизатора Мы бегом Кругом Бегаем По своим делам Покажи Что мы тебе купили Тебе нравится Нравится Ну что Скажи Чок Гюзель Чок Гюзель Вот Софика Стала обладательцем Такого львенка Шли по дороге домой Зашли в магазинчик Детских игрушек И вот такую Прилюс купили Да Покажи Какую Покажи Ноги А Ноги у него А глазки Покажи Где у него Где глазки Красивые у него глазки Прям как Настоящий львенок Да Зубок нет Он добрый Носик черненький Да Тебе нравится Ну скажи Нравится А Дуча Носик 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 Сколько радости От песка Что бы с ним Еще поделать Я скажу Не знаю Что Но я хочу С ним что-то Поделать И покопала И сейчас Вот Не додумывается Еще кувыркнуться Что так нравится София Давай еще Давай еще Так у нас Ирина Ходила на рынок Зима мне дал 400 лир Говорит Купи То-то-то План не выполнила 70 лир Притащила назад Получается Она потратила 330 лир Это 17 долларов В переводе На американские доллары Либо на рубли Это 1300 рублей В зависимости от курса Что-то подешевело Что-то подешевело Клубника скажи 15 стоило Стоит сейчас Раньше она стоила 20 Огурцы 60 рублей килограмм Клубники Ирина взяла Давай в целом По весу пока пройдемся Потом по ценам Это килограмм Это вот штучный товар Это вот одна 20 лир Это Короче по 20 лир 80 рублей Короче стоит Брокколи Да Каждая по 80 Это наверное по 10 Да Апельсины Вот 12,5 Сегодня было Ну еще не конец рынка Я брал в конце рынка По 10 апельсинов Здесь у нас оливки с перчиком Здесь это чтобы вы понимали Это получается 40 рублей апельсины Оливки ты взяла Ой с перчиком Фаршированные Надо было больше набрать Сколько стоит 80 за килограмм 70 с чем-то 75 70 Ну 84 В районе 300 рублей за килограмм Ну вот немножко взяла Ирина берет такой сыр Куда ты его добавляешь Сверху я посыпаю овощи В духовке он расплавляется Такой растекается На мой вкус Я пробовал Он похож на адыгейский Какой-то сыр такой Вот эти нам помидоры нравятся Они прям Такие как бычье сердце По вкусу наподобие Сколько стоит 20 лир килограмм Здесь 2 килограмма 80 рублей килограмм Но помидоры у нас там И 60 рублей килограмм Я например люблю другие Которые по 60 Они такие ровные А Ирина эти любит Ну он со мной не пошел Кто принес Тот и прав Да Тот и выбирал Да Что любит Яблоки почем Эти по 12,5 Одинаковые Зеленые и красные Эти 12,5 Здоровый пучок 4 лиры Рукола 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 У нас такая маленькая Бесилька стоила 100 рублей А тут получается Сколько 16 рублей Получается вот такой Очень полезная и вкусная Капуста Сколько стоит Но это не качан Это не такая Салат 15 лир 15 лир 60 рублей Морковка 40 рублей Морковка Но она чистая Готовая То есть может быть Она как и в России Стоит Но она очень сочная И сладкая То есть мы ее на ура Просто так вот погрызть Я бы взяла больше Я не нашла Вот это все Вот это все Значит вышло на 1300 рублей 17 долларов Ну а много ли это Или мало Вам судить Но самое главное Что это все сочное Вкусное А вот апельсины Они просто непередаваемые Да Вот когда берешь Свежие апельсины Вот эти твердые С него течет Не знаю Нам показалось Что они вкуснее Чем в Испании Мы в Испании Просто балдели От апельсин Здесь ты хочешь Ты просто не можешь Не наесться С него течет сок Он настолько Внутри насыщен Вот не знаю Свою живостью Вот этого сока Это непередаваемо Я еще зашла в магазин На соли Центр И на втором этаже Текстиль Там разные марки Катон Мави Разные марки Одежда И я нашла футболку Которую я Диме в Заре Брала в том году Почти 3000 Эта футболка стоит А здесь она Только чуть-чуть Другой рисунок Стоит 249 лир Это что за цены За наценки такие Показать этот футбол 249 лир Это 1000 рублей А сколько стоит А я ее за 3 почти брала Взяли За 3000 Взяли Взяла Сейчас я покажу Текстиль Ну взяла почему Потому что мы уезжали У меня просто не было футболок Не то что я тут В восторге от футболок Но взяла Для того чтобы Сейчас пока Вот перекантоваться Это Владик у шорты Да Клавательные шорты 129 лир Прикольная Текстиль хороший 800 рублей Классно И вот еще я взяла Потрогай качество Потрогай Ну да Это хорошая мавия А та тоже такого качества Да Это подороже Это 229 лир Я просто почему говорю Что 220 Ну чуть меньше 1000 рублей Да получается Но это хороший текстиль Это не как в Нью-Йорке Или вот такие Ну вот это ярко Хорошие Да Которые ты постираешь Там детям берут А они потом все Разлазиваются Расползаются Вот это вот Просто у меня мавия Есть фирма в футболке Они вот Ты как купил И в конце лета Она такого же цвета Пошли Пошли купаться 119 лир Ну это просто Она чуть-чуть большая А ты с учетом того Что мы как мы тут едим Чтобы запас был Да Ну как большая Она нормальная Ну шире чем твоя По-моему У меня другой нет Я просто хочу показать тебе Я думал ты на вырос взяла Нет Сейчас пойдем уже на море Сейчас пойдем Все Идем на море Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok